Всем привет! Меня зовут Никита Хасанов и сегодня я буду вести басовую рубрику на канале EsitLux и расскажу вам немножечко про историю бас-гитары. А теперь давайте немножечко окунемся в начало 20 века. История бас-гитары начинается с того момента, когда басовым основным инструментом являлся контрабас, самый большой акустический инструмент, который представлял семейство скрипок. Данный инструмент имел большое количество достоинств, но и также имел целый ряд недостатков. К недостаткам контрабаса можно отнести большую массу, крупные размеры, отсутствие на грифе ладов и напольные конструктивно-вертикальные исполнения, а также относительно низкий уровень громкости. В начале 20 века возросла известная джазовая музыка, стало увеличиваться число автомобильного транспорта, способствующая увеличению мобильности ансамблей. Кроме этого стали появляться электронные технологии, которые усиливали звук. В указанный отрезок времени большое количество фирм, делающие музыкальные инструменты, стали делать эксперименты, главной задачей которых являлось создание бас-гитары, но фирмы коммерческого успеха так добиться и не смогли. Также стоит отметить изобретение того времени, которое заслуживает внимания, такие как бас-мандолина, Gibson Style G, Mandu Bass, производство фирмы Gibson, которое выпускалось с 1912 по 1930 год. Также стала известна бас-гитара музыканта и американского предпринимателя по имени Пол Тутмар, который в 1936 году создал электронный бас Audiovox номер 736, содержащий огромный ряд особенностей сегодняшней бас-гитары, такие как расположение грифа горизонтального типа, деревянный сплошной корпус и ладовые порожки. И тут вступает в борьбу американский авантюрист, изобретатель, предприниматель Лео Фендер, который ставит на поток собственную бас-гитару Fender Precision Bass, которую сделал на основе своей гитары Telecaster. И покупатели после того как выбирали бас-гитару знали, что инструмент сделан качественно. В 1960 году Лео решил выпустить еще одну улучшенную модель бас-гитары, которая называлась Fender Jazz Bass, известность которой не уступает Precision. Но на этом история бас-гитары не заканчивается и в борьбу начинают вступать другие производители гитар. Одним из таких инструментов была полуакустическая бас-гитара Hofner 501, которая была выпущена в 1955 году, которая имела форму скрипки. Позже данная модель стала широко популярной из-за того, что в основном не играл бас-гитарист Битлз Пол Маккартин. Но уже в 1961 году компания Gibson выпустила собственную бас-гитару, которая называлась Gibson Electric Bass. После этого конструкция бас-гитары неоднократно менялась, но об этом я уже расскажу в следующем выпуске, который будет посвящен модификации, практическому применению и устройству бас-гитары. Наш выпуск подходит к концу. С вами был Никита Хасанов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, подписывайтесь в комментариях. Пока!